В Либриде Первоуральске Матрица в Либриде Первоуральске Я в месте Первоуральске в Либриде Матрице Но сначала представься, как их родила Меня зовут Дёд Занимов Мне 41 год Я родился в Свердловске 6-месячным ребенком был увезен из-за полярных групп на севере Ягутии, где работали мои родители. Занимался в своей жизни разными делами. Достаточно много экзотических работ я коллекционировал. У меня где-то есть в Фейсбуке, где финально вывешен список. Вся правда о том, что я получал деньги, мне надоело писать после 50-го года. В основном я в жизни занимался философией, журналистикой, развитием общественных связей, гуманитарными технологиями и много работал политтехнологом, всякие избирательные компании. Где-то года два назад мне вот в моей старой профессии, некоторые из которых кормили меня лет десять, они мне страшно надоели и я их всех разом потрекся. Решил запретать новые профессии. И вот я сейчас учу себя как ученик, можно сказать. Хорошо, что у меня есть хорошие учителя и директорец относится к числу, у кого я учился. И одна из этих новых профессий – это производитель смыслей. В рамках осваивания и изучения этой профессии, как вообще производить смысл жизни каждого конкретного человека, смысл территории, смысл какого-либо социальной институции или феномена, я в прошлом году запустил проект «Рождественские лекции в Екатеринбурге». Первая лекция у меня состоялась 25 декабря, когда как раз был конец лета. Она произошла в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Мне было очень приятно, что туда пришло 60 человек меня послушать. Я не знал, приехало человек на 3-4 с каурацией. Маша полипитская или где-то еще. И раз в год, где-то по «Тождеству», я собираю, если здоровье позволит, все будет хорошо, я вот в течение 7 лет буду читать в Екатеринбурге такие публичные лекции про смысловые вообще. То есть пытаться как-то это сама рассказать, в чем смысл того или иного. Первая моя лекция, кстати, так и называлась, что «Третья волна приватизации в России – приватизация смыслов». Она вложена в Фейсбуке открыто, в моем профиле. Кто из вас может почитать, там есть фоторепортажи о коммуне 60 фотографий. И вы можете увидеть, кто там присутствовал из Екатеринбургска. И вы можете даже увидеть какое-то знакомое лицо из Пенбург-Райска. Я жил за время своей жизни в семи городах. Каждый из вас наверняка чувствует и знает, что такое быть гостем в городе, когда ты приехал. Ну, как турист, например. Ты знаешь, где он шел, где посещение музея. Может быть, просто даже навести друзей или родственников. Но это не твой город, ты в нем не живешь. То есть ты не сделал какого-то внутреннего решения, что вот сейчас я в этом городе пожил. Не важно сколько. Месяц, год, двадцать лет. Но хотелось в этом городе пожить. Так вот, у меня так получилось, что я пожил в семи городах. Во-первых, это Екатеринбург. То есть я екатеринбуржица. Во-вторых, я жил и работал в Москве. Я москвич. В-третьих, в Санкт-Петербурге. В Петербурге совсем обычный, так честно. Потом город Екатеринбург, где я жил и работал. Не знаю, правильно. Никут? Нет. Ну, по-моему, Никутчанин? Да, скорее всего. И три города в Бричнице-рубежье. Я жил в Харькаре. Я в Харькарчане. И два города в Казахстане. Павлодар и Караганда. Кстати, в Синих городов самый сломанный город, в котором я жил целый год. Это был где-где? В Караганде. Более тяжелого менталитета людей я не встречал. Это было важно. Для меня, в частности. Хотя для кого-то, может быть, Караганда, для карагандинцев, город является, может быть, самый светлый момент в их жизни совершенно. И вот недавно на моей карте, в моей биографии, в Казахстане появился в 8-й городе. Потому что я сейчас живу в Первоуральске. Поселился я в городе Первоуральске. Причем понимаю, что это, якобы, житель в Первоуральске. Приехал от Ненатолка 9 сентября этого года. Буду здесь жить до следующей среды. Это 16 октября. Оказалось бы, всего месяц. Но этот месяц, вот именно как бы здесь живу и не близко. В этом смысле те, кто первуральцы, в общем-то, мы с вами земляки, по крайней мере, до следующей среды, когда я собрал свои вещи по голове, эту обратно жить в Екатеринбургах, просто получилось в моей личной деятельности. И поэтому я подумал, когда мне предложили поговорить с вами о смыслах города Первоуральск, минимум той работе, которую вы сейчас будете делать, которую вы уже сейчас делаете, а именно создание культурного кода, кода ДНК города, я подумал, что у меня какое-то, ну, небольшое нравственное право есть, поскольку, как и вы, я, в общем-то, походу на автостанцию, я езжу в Екатеринбург на работу, я посещаю... Я живу на Ленина 9А, снимаю там квартиру, квартира 2, был там в гости, сегодня, так поздно, вечером, завтра, вплоть до среды, когда я сдам ключей от нее. И я хожу по этому подземному переходу, который идет к автостанции, думаю, что, наверное, город начинается с того, когда в него приезжают, допустим, приехал на автобусе, и я уже молчу про тему инвалидов, чтобы перебраться. Я, к сожалению, что я из-за работы не смог участвовать с одной вместе в общей экскурсии, потому что я его очень плохо знаю, но какой-то кусочек, там, Кира, Скелейна, я же по нему тоже прожу-прожу, и это вот, как бы, мой квартал, а я ракетная заново, даже так же так. Вот. Мы с вами сегодня позанимаемся очень коротко и быстро, у нас всего один час, но попробуем немного времени утри, вот здесь главные усилия, философии. Потому что про смыслы города Первоуральска и про место Первоуральска в общейном Урале, это, конечно, философия. Что такое философия? Чтобы заниматься философией. Это ровно две вещи. Это осознавать себя либо в пространстве, либо во времени. Поэтому вы будете делать видео про город, вы будете делать про его прошлое, про его настоящее, и, как говорят тьютеры, про будущее, то есть каким он будет в 2050 году, это все через себя же лично пропускать. И это про прошление себя во времени, и при нема к городу. А во-вторых, это пространство. То есть почему мы находимся в Первоуральске? Что такое вообще город Первоуральск? И здесь я бы хотел вам сказать просто. Я знаю секрет успеха любой вашей жизни и своей души. Он заключается в том, чтобы быть в нужное время в нужном месте. То есть, понимаете, пространство и время. Допустим, это шкала времени. Вот. А вот это шкала пространства. Так вот, у вас в жизни ничего никогда не будет толком получаться, если вы не в том времени оказались. То есть вот можно в Первоуральске идеальное место, в котором произойдут лучшие события в вашей жизни, сегодня, и тогда вы в нужном времени, в нужном месте. А возможно для кого-то этот расцвет, это чудо, эта сказка произойдет лет через пять. Вот сейчас кто-то из вас может покинуть город Первоуральск, пожить в Москве, в Екатеринбурге, в деревне, в любой. А через пять лет так вот жизненные судьбы, траектории сложатся, что в Первоуральске что-то произойдет. И вы опять можете попасть в эту замечательную точку оказаться в нужном времени, в нужном месте. Те, кто придерживаются известной поговорки, что там хорошо, где нас нет, очень хорошо в Лондоне, очень хорошо в Москве, что-то там, видимо, замечательно в Сочи, только принято и знали. Где-то там есть фантастический Голливуд, там такие люди, такая культура, да, как поется песня «Чижа». Такая-то дебуранская. Там такие люди, такая культура. Это выступало Джейксоне и тому подобие. Там Шварценеггер. Те, кто говорят, что я где-то лучше, чем я, могут как раз и демонстрировать, что он не в том точке пространства, что душа-то егра на самом деле в любом месте. Я живу, по принципу, хорошо не там, где меня нет, а хорошо там, где я есть. Мне хорошо в Екатеринбурге. Это лучший город для меня. И вот, когда я сейчас живу месяц, здесь мне очень хорошо в первый раз, потому что там где я, там хорошо. Если вдруг так получится, что мои тревые биографии занесут меня куда-нибудь в Ивде, то это будет прекрасное время, потому что я попаду в нужное время. По крайней мере, я так стараюсь жить и так стараюсь себя вести. В нужное время, в нужном месте. И вот, говоря о Первом Польске, вы на самом деле, снимая фильм о Первом Польске, вы на самом деле будете решать судьбу России. Немного немало. Потому что судьба России решается сейчас и все ближайшие десятилетия на уровне городов. Потому что города – это живые структуры, это живые городские сообщества. А вот регионы, под которыми наша страна нарезала, вот эти 83 региона – Свердловская область, Челябинская область, там, Камчатский край – это все симулятор. Они на самом деле не существуют. Потому что эти административно-территориальные объединения – они искусственные. В России тысячи городов, и, как говорил ныне покойный наш крупнейший специалист-эксперт по территориальному развитию страны, профессор Глазачий в «Царстве у небесной» или, там, он только года, два назад, полтора, даже год решил. На самом деле, из тысячи городов в России выжили не очень большое количество. Нужно, возможно, половина. Сейчас в России тысяча городов. И вот, возможно, пройдет, вот вам у нас было задание по поводу того, что будет в 50-м году, Возможно, у городов останется 500. А остальные из 500 выживут и будут процветать, и будет ничем не хуже, перейдем из примеров западных. А городов в 500, возможно, просто погибнут. То есть они превратятся как в истории Тетройда, они обанкротятся, не будет только разваявшиеся дома и некоторое количество пожилых людей, которым уже некуда деться, потому что вся молодежь не видит, вся сила. Так вот, Глазачий говорил, предсказать о каком городе, который какой город расцветет, а какой город будет падать-падать и изничтожаться, пока он не прочтется просто в руины, невозможно. Потому что это зависит от того, где человеческая энергия вспыхнет. Вот на тысячу городов у нас энергии человеческой в России нет и не будет. И не потому что у нас все меньше населения, мы потихонечку вымираем, а приезжающие мигранты — это немножко другую-другую тренду, они не приезжают в достаточном количестве. И по массе других причин... Ну вот, относительно к Первуральску, у меня глубокое ощущение, что, безусловно, Первуральск относится к частности тех городов, которые будут расцветать и будут жить. Но в Сыргостской области есть десяток, наверное, городов, немного поменьше, я не могу назвать их названия, потому что это непредсказуемо, которые, в общем-то, обречены. Я слышал, репликуется в первый день, что по поводу обреченности и не обреченности. Они обречены в том смысле, что все уезжают и никак не жить. Кстати, уезжать они будут в Первуральск, я считаю, и в том числе. Дальше. Выживут многие, в Первуральск выживет. В Первуральск мало того, что выживет. Первуральск будет процветать, потому что здесь есть человеческая энергия. Кусочек этой человеческой энергии сейчас рождается здесь, в этом проекте, на этой лаборатории, между прочим. Сейчас здесь проектируется... Не забыл сказать про четыре российские, которые... А, да, да, хорошо. Это вот, это просто немножко статуировки. Да, тогда моя мысль будет немножечко тогда сейчас не системна, но я думаю, что на этапе диалога вопросов-ответов, это все вы помечаете себе просто, что я не договорил, а у вас остался вопрос. И вам мысли это просто думать, это просто отвечать на вопросы. Появился вопрос, появился ответ. Так вот, приведя мнение Глазочка, я бы хотел еще привести, чтобы вы обратили внимание, поищите в интернете статьи Глазочной медиаленции, Глазочной капотской культуры. Поищите в интернете также мнение Натальи Зубаревича. Это профессор географического факультета Индру. Наталья Зубаревича, молодец из крупнейших экспертов по городской политике. Она говорит, что на самом деле России у нас четыре. И судьба России, она будет зависеть от того, насколько Россия один, наладит диалог со второй, с третьей и, возможно, с четвертой. Ну, разумеется, как между собой пообщаются люди. Что такое Россия один, с точки зрения Зубаревича? Мне очень понравилась эта теория. Она, я недавно выглянула, кстати, по всему миру в России о ней. Это города-миллионники. Это Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, плюс у нас около одиннадцати городов. В общем, крупные города, в которых есть все. В которых, знаете, центр протяжения человеческой энергии. Все туда едут, считают, что там какой-то град какой-то небесный. Вот Россия номер два – это города поменьше, в основном промышленные. И Первоуральск, очевиднейшим образом, относится к их числу. Это Нижний Тагил, Каменск, Уральск – это какой-нибудь набежный Чемны. Набежный Чемны – это крупный город, сотни тысяч людей. Это индустриальный город, но в нем нет того, постиндустриальной какой-то пленки. Пленки культуры, пленки человеческих отношений и событий, ивентов, которые, безусловно, четко есть уже в постиндустриальных городах, типа Екатеринбург, Москвы, Новосибирска, Томска, Красноярска. Россия – это вообще небольшие городки, кстати, они первые кандидаты на смерть. Потому что скоро там энергия кончится, 20 лет-то будут, а не руины. Это, допустим, что-то Невьянск. Хотя Невьянск еще хорош тем, что там есть культурная лепа, Невьянская башня. И она какой-то центр упоминала. А за Тавда? Ну, твоя Тавда, например, она, в общем-то, зачем существовать в Тавде? Смысл существования Тавды в 2030 году? Ответ. Если никто не скажет ответы, зачем нужна Тавда через 20 лет, Тавды не будет. А там нету комплектов? Я тебя, грубо говоря, замечала. Ну, они стоят. А, они стоят. Да, а идет, а если происходит вообще в целом смена технологической платформы в мире, да? Мы переходим в информационное общество частично. То есть где-то хорошо и быстрее будет держаться, где-то не очень. И четвертая рассеянь – это вообще рассеяние больших деревень, дыр, поселок, мутаркани. Может кто-то в ней бывалку путешествовал. И так вот, во всем четырех рассеянх мы стояли немножечко с разным менталитетом. И мало, но международный вид, какие-то небольшие границы. И очень важно, чтобы жители городов мегакрупных могли найти диалог общий интерес, общим делом. Не просто высасывать соки для людей, для денег, эксплуатируя. Тут все. Сидят банки, сидят геннаджеры, сидят мощные управленцы, которые просто это все эксплуатируют, высасывая соки, оставляя себе всю прибавочную стоимость и всю прибыль. Какой-то идеолог, какое-то общее дело. Если эта штука будет работать, поддерживаю я Зубаревича, то в общем-то и страна наша процветет. А если здесь возникнут непреодолимые барьеры, то понятно, все это потихонечку поздомим. А эти города прекрасно будут жить в минусном, общаясь с Парижем, Нью-Йорком, Лондоном, Топио, Берлином. Потому что таковы закономерности развития постиндустриального общества. А мы, как хорошо говорил, на Моих Кастерис, запиши себе еще это имя. Это один из крупнейших теоретиков информационного общества. Он выпустил трехдомник, он же в Лондоне. Ну, не по-третьему статье его в интернете можно найти. Вот такой, примерно, контекст, в котором мы находимся. И теперь перейдем к последовательному разину. Подобрите имя. Мануэль Кастерис. Кастериса тоже можно почитать между делом для общего развития. А можно тоже вопрос по ходу? Да, Зубаревич еще и говорю, и почитайте. Наталья? Наталья Зубаревича. Мануэль Кастерис и еще, значит, самый глазочек, конечно. Вот такие достаточно хорошие теоретические моменты. Вопросы. У меня вопрос по четыре России. Если первая Россия не будет питать все остальные и будет общаться словно над Борисом, означает ли это, что страна может в какой-то момент раздробиться на мини-страны? Разношение нас. Да? То есть это как бы... Мы потеряем целостность. То есть если не будет вот этих второго, третьего, четвертого, мы потеряем целостность страны. Что сейчас здесь происходит? Какое чудо? Сейчас в этой лаборатории. И вот вешение чудо расскажем позже. Я бы хотел, чтобы ты чуть-чуть крупнее начали, потому что сразу же спустился в Первоуральск, и в Первоуральск все-таки находится... А мы на Курганку вернемся. Вернись в Курганку. Не, в смысле, убрал, потому что ты очень интересно рассказываешь. Все-таки развиваю. Дело в том, что, ответив на вопрос, что так складывается, что крупному городу, Екатеринбургу, у него трафик человеческий, по интернету, финансовый, с Москвой в 10 раз, в 100 раз, не знаю, сколько раз, больше, чем трафик между ними в Первоуральске. Географически рядом, а душой екатеринбуржцы в Москве. И москвичам неинтересна деревня, которая находится рядом. Я жил в Москве, ездил в городок Видное. Это 30 километров от Москвы. Вот, Энкат, Москва и Анна. 30 километров и трагеряще. Потому что никакого трафика нету. Они не общаются по интернету. То есть жители Видного, девушки из города Видного, не переписываются в Асиках с москвичами. Потому что они туда переписываются, но это не такой ничтожный трафик. Она переписывается здесь и не переписывается. Они не гоняют между собой деньги. И они мало, москвичи не ездят в Видное, что там делают. А в Видном, понятно, они ездят в Москву, но они понимают, что... А трафик между Москвой и Лондоном, он гораздо более того. Самолет вот так... Шесть авиарейсов, у нас, кажется, в сутки идет Екатеринбург в Москву. А сколько авиарейсов? Больше. 10-15 минут. Нагида самолет. Сколько авиарейсов в Первом Уральске? Ну, трафик не нормально, на самом деле. То есть, что касается очень интересной истории, в Первом Уральске очень шикарные, интересные шансы жизни. Как раз вот тут трафик идет. Такое чудо, которое я подписил. Сейчас здесь, в этой лаборатории... Какие лаборатории ДНК происходит? Я вчера очень внимательно вас все послушал. Здесь, ну, видно, немножко из разных. Кто-то здесь, на самом деле, Екатеринбуржицы все-таки, да? В том числе, те, кто в Первом Уральске был в Уральске. Я вообще не была в Первом Уральске. Вообще нет. Вы, вот вы, Екатеринбуржец. Тоже, в общем-то, 10 лет Екатеринбурга. Вот. Я Екатеринбуржец. Со среды, сейчас, как вам нравится. Есть Первый Уральцы и даже у нас есть представитель московской либеральной интеллигенции. Она готовится к лекции. Вот. У нас и происходит, как ни странно, эта самая важная фишка, которая все будет на самом деле. Это диалог «Россия-1» с «Россия-2». Ну, и, может, даже какую-нибудь милимбатику можно послать. Тогда вообще начнется диалог с «Россия-2». Главное, Евгений Григорьев попросил поднять градус. Чуть шире, чтобы от общего участника. Можно я задам вопрос? Проще. Какими смыслами обладает территория Урала? Какие крупные бренды на ней присутствуют? Тут начинать надо говорить с прекрасной теорией писателя, известного Алексея Иванова, про Уральскую матрицу. Тем, кто его не читал, просто сходите на сайт. У него есть официальный сайт. Алексей Иванов. Автомогих роман. Один из современных писателей, кого считает, ну, там, «Союз-2» национал. Один из самых интересных десятков, наверное. Он выдвинул шикарную тюрьму, которая Парфюнова тоже потрясла. Поэтому он подключился к проекту. Дело было даже не в юган, а вот именно в смысле поучаствовать даже. Про то, что вот есть некоторая Уральская матрица. Так вот, эта Уральская матрица, тут я эти статьи прочитал давно. Пересказывать не буду. Время сыгранулю. Кто захочет, я просто вот, они все выложены на сайте. Там семь статейчиков небольших. Уральская матрица, это у нас, в общем-то, рабская. Она заключается в том, что, ну, вот есть завод, а при нем рабы работают. И это военно-четкая административная машинка. То есть, вот, пригнали людей, как-то в деревню купили. Вот есть завод, завод работает на оборону, для того, чтобы шли металлы, шло оружие. И, таким образом, великая имперская Россия смогла оставить свои интересы. И вот это в матрице экономики. Это в матрице сознания каждого уральца. Это в матрице всех общественных отношений. Это абсолютно четко регион Урала. Это вам не Австралия, не белые каторжники. Это вам не Париж. Это вам не Африка со всем другими такими-то делами и ощущениями. Это четко, внятно, конкретная матрица рабской территории. И все здесь работали по небольшому количеству хозяев. Запомните это. Так вот, из этой матрицы, по мнению Алексея Иванова, Урала предпринимает три попытки вырваться. Первая попытка была в 1861 году, когда крепостное право отменили. Что-то такое родилось. Что-то такое забурлило. Какая-то свобода. Ну, грубо говоря, крепостное право отменили. Какая-то свобода появилась. Так вот, сейчас, 90-е и нулевые годы, последние 20 лет, на Урале происходит третья попытка преодолеть и вырваться из Уральской матрицы. И у меня ощущение, я не диоретик такой уж и великий на самом деле, у меня не хватает энергетических дат, что она практически удалась. Хотя, конечно же, история может над нами посмеяться, может произойти лет пять назад, и Урал опять из себя по существу и по смыслу будет подставать просто вот с заводами, которые должны делать танки, а эти танки четко отстреливаются на российско-китайских границах, стоят там и охраняют рубежи. И что-то там происходит очень тяжелый разбор на Средней Азии, потому что наконец-то в Алталистане опять там произошла смена власти, и они прут, и они прут, и они прут с наркотиками, и они будут хорошо вооруженные, и нужно держать границу, опять нужно делать танки. И задача нас всех, живущих здесь на Урале, делать эти танки и не рыпаться. И никто вам к этому не надо, а нужно в танки вовремя строиться. Мы можем опять провалиться в эту матрицу. Матрицу военно-пистическую, матрицу административно-командную и матрицу такую рабскую. Ну вот, последние десять-двадцать лет, попытка идет третья, что здесь возникает, в принципе, иди от свободы, и Екатеринбург вкладывает на самом деле. А в чем это выражение? Да вот хотя бы мы здесь что-то не танки делаем. Нет, конечно, да. Выражается тут много каких-то фаундов. Выступим, пара чуть-чуть. Мм? А вы сами знаете? Смотрите, посмотрите. Последние Ганские Львы, Екатеринбургское агентство «Пасход», в последнее время и область реклама, «Стрита», а последние музыкальные инициативные свитерка «Медиалаб», нигде ничего подобного в стране не происходит, не собираются ли меры. Пока. Это, ну, правда так. Не знаю. Нет, очень многое пересмотрено. Ну, почему? Вот я просто, это то, что мне сейчас прямо в голову пришло. Подожди, ты говоришь про культуру. Я говорю про культуру. А я просто скажу про экономику, если с них отсылаю. А вот про экономику, а? И на правом экспорте. То, что стоит. Екатеринбург начинает бороться за вещи, за которые надо бороться. Экспорта появляется в московском аэроэкспрессе. Снова Екатеринбург видит каждый день какое-то, ну, большее количество перейд, пытался это делать с прошлым губернатором. Текстура. Ну, это опять культура. А вот про экономику. Во-первых, Екатеринбург перестал подвинуть, сути, диалоги. Ну, не перестал, но здорово подвинул промышленный момент. И последние 20 лет развивался как торговый. Это не самоторговая, а торговая. Площадка. Площадка. Макург, это он тоже решил. Он тоже решил про кульцов. Что? Кольцовый хаб, это экономика. И вот после этой торговли, накопив некоторые капитанчики небольшие, он сейчас тут переходит в какую-то новую стадию, где возникают новые экономические моменты. Ну, скажем так, у нас количество образовательных компаний в Екатеринбурге вот растет, и это уже бизнес. Примерно. То есть люди приезжают сюда получить образование? Конечно. И почему Екатеринбург засасывает весь западной спирь? Грубо говоря, там нефтяники вырастили, ребеночка, он школу окончил. И куда? В Екатеринбург там же. Там же такая культура. Там уже, там поется шахрины, там уже смарт-мэмер там же. Там такие бутики содержатые. Там почему-то... Там можно работать в дизайнерских фирмах. В дизайнерские фирмы. Какое-какое развитие СМИ и масс-медиа. В Екатеринбург, кстати, вот за эти 20 лет, он такой всплеск имел, когда, я помню время, в городе было 11 новостей по телевидению вечером. Вот как бы за это пуля можно найти. И не было там никогда. Там было три. Там три кфели, два лет было. А тут произошел всплеск. Еще разница политических моментов. Екатеринбург, ведь последний свободный город в России. Ко tant опять Матрицы выступает. Вновь извлекали в первом. В общем, тут есть разные точки зрения. То есть, одни могут сказать, господа вы не правы. Не только господа не правы. Но ты же сейчас видишься с нами лично, своей точкой зрения ДНК, это как раз и есть попытка поменять матрицу, о которой говорил Иванов, это как раз проектирование нового ДНК, нового какого-то программного кода, причем, разумеется, силами молодежи в первую очередь. И то, как вы спроектируете, в итоге и станет закрепиться положительной тенденцией, что Урал это не просто крепостническо-военные заводики, и при них люди работают на войну, в первую очередь, и просто на тяжелую промышленность. Есть какая-то вот зона неизвестного, зона свободы, в которой есть и экономическая составляющая, есть и таковы. А вы, проектировщики. Кстати, начинается здесь действительно с посланий. Просто в начале было слова, хоть что-то сказать. Сказать, потом он будет работать на самом деле. По поводу еще брендов территорий. Я раньше тоже думал, что я специалист по брендингу. Но я от этого тоже отрекся и не хочу разговаривать в этих терминах. То есть, хоть они очень популярны на самом деле. То есть, я не хочу говорить про бренд Первуральского, про бренд Урала и про бренд Екатерингу. Я, пожалуй, подлинну, как мне тоже подсказывал Евгений, что вот есть некоторые образы, которые в чем-то являются обещанием. Брать же это обещание. И эти образы, они, давайте не в терминах брендинга, а в тех же смыслах, они как-то вот как маячки для граблей. Вот, например, когда мы говорим о Мале, и от Хельбуде, вопрос к вам, пожалуйста, реагируйте. То есть, что вспоминается в первую очередь? Екатерингу, это по что? Так, что главное? Ну, у меня есть время, что претендуем на Третью столицу, и с Новосибирской все время я знаю это. Хорошо. Значит, идеология по Третьей столице у вас? Семью застряли. Семью застряли. Кстати, вот общение по интернету с австралийцами. Что такое Екатерингу? Там лицаря убили. Конец рассказа. Больше ничего. Еще? Бажов. 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 Владимир, что вы сказали? А? Добыча ручки. Добыча ручки. Добыча ручки. Добыча ручки. Хорошо, но ураль добыча ручки. Ну, еще какие-то символы, образы. Ураль. Уральский урок. Уральский урок в том числе. Уральский урок. Какой-то придуманный феномен. Ну, чувствуется, что, во-первых, список есть, а во-вторых, что-то он мал. В основном такое ощущение, что, в общем-то, маловато. Потому что тут-то мы еще можем рассказать. Уральский уральский может рассказать. И вы можете рассказать о наших сейчас этих видео сюжетах. Десяток, двадцать, тридцать, там, вписок до пятидесяти хотя бы. В этой локации есть. Рассказать несколько десятков символов, которые, как обещание, как мы ищем, в принципе, рассказывают. А почему тут жизнь-то? И что тут люди смогли сделать или собираются еще делать? А чем дальше от территории, добираясь до какой-нибудь Европы или Австралии, то там в итоге остаются царя Убили. Вот бренд Урала – это царя Убили, этот бренд отвратительный. Его надо ломать. Потому что, в принципе, понятно, что царя Убили. Но разве, наверное, здесь не живем, потому что здесь царя Убили? В этом смысл нашего пребывания. Петь, вот настало время рассказать эту историю. Я тогда рассказал, пожалуйста, про бренд царя Убили. Что делать? Что делать с этим брендом? Ну, да старали ехаться на царя Убили. Ну, мужа уже давно, мы вообще ни при чем. Я вообще к этому не имею отношения. Ну, по крайней мере, это… А что значит отказаться от этого бренда? Нет. Это сильнейшее историческое событие, которое напрямую влияет на то, что сейчас имеет прямое влияние на то, что сейчас происходит в стране. А нет. Как это? А паломники, которые, понимаешь, приезжают поклониться сюда. Вот теперь смотри. Я имею в виду исторический контекст, который ни в коем случае нельзя. Так это может быть подарок городу, чтобы в нем царя Убили. Возможно, это подарок. Нужно придумать как? Австрийцы не придумали. Потому что, если сейчас я вас прошу, какие у вас ассоциации со словом мастре? Ну… Веру. 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 Ты знаешь просто. Я тебе вчера рассказал. Поэтому ты сейчас нарушил правила игры и ты наказал. А кто что сказал? Завицкий. Ну, гормонушный. В 46-м году единственный бренд, которым владала страна Австрия, назывался Гитлер. Потому что он оттуда родом. Мне стыдно. Да. Тебе стыдно было. И это… И… Отличные паломники, понимаешь, так как бы… Но они понимали, что с этим брендом мы как бы страну… Ну, не поняли. Туризм. Особенно. Шоколадные фабрики. Так вот те, кто будут производить изображения Моцарта на шоколадках… А так же гор. А так же гор. А так же гор. У того будет чуть меньше налогов. И теперь мы знаем. Альпы с шоколадом. Моцарт. Венская опера. И уже никто не помнит, что Гитлер от Бога. Я вам говорю о смене повестки, о чем мы говорим. Что… Как вы хотите. Я не навязываю. Ничего. Это… Ваш город вам здесь жить. Но просто вот такие технологии существуют. А какие бренды оперы уральские? А, вот… А? Подожди. Вот ты… А? Например… 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 Кто-нибудь за пределами оперы уральских бренда, известный за пределами оперы уральских. У тебя будет сильнее. Думитроль. 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 Петро. Это вот наутилус. Забавший. Но он сейчас умер. Чаев. Бойсист отсюда. Угу. Вот давайте честно. Кроме, у нас ничего сильного у нас нет. Настя Полева. Настя Полева, да. Настя Полева, да. Настя Полева, да. И Салер, да, Юра. Салер. Но они все там сейчас в трех группах. Ну, вот спроси меня, как зовут басиста Чайка, я не скажу. Спроси меня, как зовут музыканта в Мумитроле, я кроме Лоботинга никому не скажу. Ну, он понимает, да? То есть, как бы для... После того, как я сказал, давайте перестанем мыслить тему над брендинга, поговорим о смысле. Нет, ну... Давай, какие-то слова синонимы. Для Екатеринбурга, в первый раз, у него завода еще это коры. Музыканты. Сосредоточение кор, где там... Музыканты, хорошо. Музыканты-исполнители, давайте их прошли. Музыканты. Это они не знают. Это вам, вы можете явить их миру. Можете придумать, как вот кор, который пел в китайском веб-доке. Да, вы можете явить их миру, но пока их нет. Если их нет информационной карты для всего единственного мира, нет. Это надо понимать. И если я не знаю, зайдя на карту Первуральской, что она не... Первуральская имеет хоть какое-то отношение к Мумитроле. Вот хоть карту надо придумать, что если нам это нужно, если вы решите, что это нужно, то мы залинкуем у всех, кто зашел на кинокарту, что мы имеем к этому отношение. Мы имеем отношение к этому звучанию. Наш город звучит в группе Мумитроле. Где? А где? А где? Вот Андрей. Андрей еще? Нет. Я с Сашем целом. А Сашем... Да, все, я извините, потерялся. Он вчера был в капюшоне, а сегодня, конечно, выпал. Да. Входите в одном доме. Понимаете, о чем я говорю? Это все... У нас могут быть такие лекции, мы просто же общаемся, мы же как-то формулируем, да? А пока это не залинковано в общественных странах. Вообще никак, да? А... Даже Европа-Азия... Европа-Азия, правильно. Европа-Азия, правильно. Но она сейчас больше стремится к Екатеринбургу, чем к Первоуральске. Ну, ты знаешь, как и Настя Пойлева. Настя Пойлева заняет уральский рок. Да, Настя Пойлева. Я вот узнала вчера, что она из Первоуральска. То есть, это гордость внутри городская, но мы не знаем об этом. Для Екатеринбурга птицепабрика. Да. Я согласна. Свердловская птицепабрика однозначно. Первоуральская птицепабрика, да? А, птицепабрика. Если о негативном моменте, это... Как уже говорил молодой человек, это один из самых грязных городов рядом с Нижним Тагилом. Ну, это негативные образы, да? Ну, что их перебивает? Знаете? Карабаш. Ну, да. Рядом с Топейском, Карабашом. Карабаш. Знаете, что их... Белые металлуки есть. Женя. Женя. Горы, горы. Звучание. Звучание горы. Горнолыжный город. Горнолыжный город. Горнолыжный город. Горнолыжный город. Горнолыжный город. А, по поводу... Даже в Москве я слышала от москвичей, которые говорят, что второй самый оппозиционный город на выборах. У нас три раза подряд выбирали оппозиционных мэров. Без Деньги на Россию, у нас коммунисты, там, я-то... И это... Ну, обсуждалось, по крайней мере, вот у нас или у него, вот так скажут. Ну... Это не бренд. Но перебывать в последнее время знают еще так. Ну, очень трудно будет. В ближайшей перспективе, если это состройством, он будет очень трудно. Он закрыл вопрос. А Екатеринбургу не надо... В смысле, Первоуральску не надо соревноваться и сравниваться вообще с Екатеринбургом. Ему надо самоидентифицироваться вообще. Сейчас про это скажу, про соотношение с Екатеринбургом. Вот. Давайте дальше говорим. Если у кого-то что-то возникает, поднимаем руку и напишем. Угу. Давайте. Ну, конечно, информационная повестка про Первоуральск поката на отрицательный момент, как мы вам сказали. Например. Ну, например, что-то вот. Первоуральск, там, где упал самолет, там, висел там. Да, ведь? Да. Первоуральск, там, где на дискотеке Голливудса там тали четырех человек. Первоуральск, там, где все тратят на ЖКХ и все время даже мэров как-то перевернилось. Первоуральск плохая колония. Даже, когда погибла жена Алашагина, которая должна была под Первоуральск. По решениям вносила в Первоуральский суд, чтобы обыдывала законно всю информационную процедуру. Есть дефицит положительных новостей. А чтобы возникла информационная повестка, и журналисты там услышали, нужно, чтобы вы-то это спроектировали. Ну, то есть, кто-то, кто-то, где-то, он как-то должен вот просто сказать первое слово, чего-то положительного. И это потом, когда-то превратится, а может достаточно быстро превратится в бренды. В образы. И поэтому нужно производить смысл. То есть, ту профессию, которую я хочу изучать и стараюсь изучать. Как смысл это произвелиться? Ну, тут пока я ничего особо сильного об этом рассказать не могу, кроме двух тезисов. Вот, конечно, наверное, можно делать этот патриарх. Вначале его нужно найти и извлечь. Понимаете, смысл — это не то, что вот вам приснилось. Это то, что вот не какое-то благое намерение. А неплохо, чтобы смысл города Первоуральска, чтобы он являлся, на самом деле, главным, чтобы тут был космодром. Чтобы нет потенции Первоуральска быть космодромом. Это фантазийный подход. И каждый из вас может попасть в ловушку, по которой он придумывает свои собственные головы. Смысл берутся из реальности, из позиции людей, из реальной жизни. То есть, думая о смыслах Первоуральска, они извлекаются, и вот ваша экскурсия, и просто чей-то меткий взгляд, что там есть домики на горизонте возникают, а тут приют, а здесь крепейник какой-то, тут звуковой момент, оттуда и начинается вся история смыслов. Начали он извлекается. То есть, его надо искать. Полвешен. Нет. Они встают и говорят. Второе. Его нужно обогатить. Потому что от того, что вы подметили, что где-то какой-то там белый такой магазинчик. Ну, извлекли, а надо же как-то вот обогатить. Обогатить. То есть, об этом нужно думать. Об этом нужно сделать. Это ее творческий акт или нет? Это серьезный творческий акт. И вот в лаборатории, как раз, когда это будет визуально, естественно, я скажу, на лабораториях, вы ходите прощать обогащение. А теперь, а какую историю вы об этом расскажете? Вот вы нашли, просто подметили. А теперь какую историю вы обогащили, как обогатили кабинет? И третий, последний момент. Ему нужно, безусловно, предъявить смысл внешнему миру. Потому что, если вы что-то там знаете какой-то смысл, вы знаете какого-то человека в Первоуральской области, который там ходит и вот сам красочкой украсит свою тыкавку, которого никого нету. Но если вы это не рассказали миру, то смысл этого не развернется в полном. А предъявили не только потом, прибегут журналисты и проделанные ваши работы, что вы что-то обогатили, предъявили, и потом наступиться в положительную полезную. И вместо заполненного интернета о том, что здесь какая-то там девочка, на дискотеке Голливуд затоптали, ну, паяль, что оказывается, тут есть тот, 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 тот. Представляете, вот такая работа и есть. Как будто ты же фотограф был ли это с вами? Да, изменил повестку. И? И, да. И второй момент, который я могу сказать вам, про то, как производить смыслы. Не придумывать, как вы извлекаете. Придумать-то это можно фантазию, Это, да, есть орган, который их производит. Он находится внутри вас. И вот он их и происходит. И все это дело, чтобы его извлекать, обогащать, допредъявлять. Орган, производящий смысл, называется совестью. То есть предельно правильная жизнь, это жизнь по совести. И совесть, если, конечно, кто ее не пробовал, а если кто пробовал, то, наверное, с хорошей сделкой, У вас стоит обсуждать за какую цену, но все равно у кого-то ее не съеду, есть какие-то остаточные даже, если она как-то там контрольный пакет продал. Совесть производит смысл. Смысл вашей жизни и каждой личной вашей уникальной судьбы, он к смысловому моменту, он рождается на уровне совести. И рассказывать про свой город, рассказывать про другого человека, если говорить о смыслах, нужно по совести. А не так, как он там что-то взбрит, все остальное будет вложено в художество. То есть управляющее начало в том, как ты снимаешь, кого ты снимаешь, с чего ты снимаешь. Это совесть. Контроль. Это контроль не производящего. Нет, контролирование более сложно происходит. Совесть, конечно, если производит, а далее нужно как-то прогонять свою память, мысли, потому что там произойдет. Ну, первоначальный кусочек там рождается. Все творческое, все такое. Поддержи Бетю словами Чехова. Прочитал у него записанные книжки, пока летел в самолете сюда. Он говорит о том, что любая общественная работа должна быть, ну, как бы, по зову души. Любые иные основания и намерения вызывают подозрения Антона Павловича. В общем, это должна быть твоя потребность. То есть не лучший контролер, как это говорят там, Дима, а производитель. Он контролируется там, в общем-то, как голова должна быть. Вот у нас есть герой, кстати. В какой-то момент твоя тетя по совести поняла, что она должна этим заниматься, так ее совесть ей сказала. Например, подумаем. Зафиксируем, хорошо? Я вам рассказал, как кусочек, про то, как смысл произойти. Есть еще несколько, три-четыре, шептянки. Надеюсь, мы сейчас будем судить. Потом мы можем геологически возьмем хороший. По поводу Первого Уральска. Очень интересный вопрос, который мы задаем, когда же город родился. Когда город Первого Уральска родился? Появился как город, ваше мнение? Когда завод появился? Какой? Развод был. Развод был. То есть 31-й или 35-й год, с официальным статусом 33-го, а результатом 35-й. Вот это версия, да? Для меня это вопрос, на котором нет четкого ответа. Потому что момент рождения города зависит от того, что мы понимаем, что такое город. Большинство уральских городов, да и вообще это касается любых городов на свете. Уральских это особенно. На самом деле целостно городами могут и являться. Это набор фабричных свободок. То есть вот есть заводик, фабрика, а при нем люди шли живут, на работу куда бегут. Как это сегодня было сказано вами, что поел, поспал, на работу сходил. А развлекаться сгонял куда-то еще. То есть такой цикл жизни определенный. И вот возьмем Екатеринбург. Собственно говоря, там есть Уралмаш. Есть завод, при нем слободка. Есть Химмаш. Есть ВИС. Историческое название, так все по заводам строится. Есть ЖБИ, железобетонные изделия. Потом есть Эльмаш. Вторчернет. Вторчернет. И так далее и тому подобное. И все люди там на заводиках работали. А где сам город как единое целое возникает. Благодаря вот этому квадрату, что ли в центре? Отчасти да. Он как бы их скрепляет немножечко. Так вот, город Екатеринбург, будучи нагровождением фабричных свободок, при которых люди живут, как некая целостность, когда-то родился. Родился он, когда эти люди, между собой, стали как-то общаться, встречаться где-то на каком-то мероприятии, на каком-то культурном событии или ходить в местный университет. То есть, возможно, создание Екатеринбургии университета в начале 20-х годов было крупным импульсом к рождению города как города. Как не набора материальной вот этой штукенции, а как города в смысловом, философском… Космесе, где я, собственно, проживаю жизнь и сознависую. Или как? Ну, то есть… Да, это где уже происходит соотношение пространство и время. Потому что вот это пространство и время, ну понятно, вот оно пространство, это сетский завод, и вот и все время там. А тут вот стало как дыши. Ну, мы сейчас говорим про Перураски. Ну, когда я почитал историю Перураски, мне это очень сильно поразило, что тут еще ярче шла история. А именно, на территории Перураски это просто набор заводиков. Вот Шайтанский завод, да, вот и так далее. Тут было четыре заводика, у них по-моему были разные хозяева. Они никак между собой не были скреплены. Не было тут никакого города. Историю Перураски отсчитывают со временем вот этих всех демидовских заводиков. Ну, над ней стояли в город. Это история заводиков Демидова. Точно так же, как у нас тут… Нас устали будет присваивать прошлое. Например, Сбербанк говорит, что он с 1841 года. Это очень амбициозно. Сбербанк, как банк, все-таки как институция, все-таки был по-моему врожден, если мне так не изменять, в 1988 году. Ну, потом он поменял, после СССР, после другой. Но они присваивают себе историю. Город Первоуральск, пытаясь рассказать какую-то… Ну, люди же учатся в Первоуральске. То есть, как-то присваивание истории. То есть, ты хорошо это увидишь, как там было. А с другой стороны, это какие-то, знаете, кандалы. То есть, выясняется, что что-то очень важно. То есть, получается, что это не история города, да? А это история территории, на которой просто что-то произойдет. Когда возник город, твоему мнению, теперь? А вот он имеет несколько импульсов рождения, в котором действительно вот этот крупный промышленный скачок, который был в начале 30-х, середины 30-х годов, и юридически он стал городом. Возможно, это тоже можно считать как дата рождения города. Но это был набор заводиков. И вначале… Скрепленная администрация. Скрепленная администрация. Администрация – это не город, потому что нет городского сообщества. Нет людей, которые между собой… Уралмашинцы и Машинцы вместе в баре не сидят. Мало того, они только мордовой могут заниматься. Насколько-то разных заболеваний. У них разные хозяины, на самом деле. И у меня ощущение, что в первый раз настолько молодой город, что он во многом рождается сейчас как город в подлинном смысле. И гигантскими кусочками этого рождения стал вот этот учебный царь. Потому что там, где возникает образование, где можно уже не уезжать куда-то учиться, а где есть образование… Куда приезжать? Куда можно приезжать? То есть вообще в европейских городах, не только в европейских, наличие университета или вариант вот этого учебного центра – это фишка, которая постулирует город как город, а не просто как местечко, где добывание руду. Руда закончилось, можно уезжать. Университеты строятся для того, чтобы потом не было, даже если куда закончится. То есть появляется общее дело между людьми, связанное с разной территорией и с разной работой? С разной работой. Возникает не одна общность – городская. И тут вот этот термин, который я пытаюсь повторить раз в третий – городское сообщество людей как-то скреплено. И скреплено, конечно, культурой какой-то, отчасти. И вот мне нет отчетного ответа, но у меня ощущение, что первый раз, ну, в общем-то, настолько ею. Вся история первого райска – это история фабричных свободочек, разородных заводиков. Вот один заводик тут. Вот что скрепляет людей-живучек в этом районе с людьми, которые родились? Или что скрепляет… Что? А в рамях? На заводе, да? Вот я вижу мебель, да, превращается в молочный завод. С этими людьми. Что скрепляет? Сейчас скрепляет. Так вот, я не могу дать ответа, когда родился в первый раз. Понятно, что город он есть. В 33-м году он родился? Или он родился, на самом деле, в 2005-м, как город, как настоящий город, где есть городское сообщество? Я не в курсе. Я пока это еще не изучил. Это вам надо дать ответ на этот вопрос. Но, я хочу сказать, что, снимая видео про Пенгурасов и создавая его образ, о чем мы сейчас рассказываем, который потом может вылиться, вы сейчас город рождаете. Есть город, как вот набор всех этих зданий, вот этих камней, машин, а есть город, как… Небесный град Реуксалю существует, понимаете? Есть город в информационном пространстве. Есть город в душах, в душах людей. И мы вот, к сожалению, с этой, к счастью, с этой идеальной материей как раз и работаем. Снять город – это не снять, выпасть в автобусную остановку. Понимаете, что дело в автобусах? Снять город – это что-то о нем рассказать. А вот это что-то, что потом развернется в какие-то образы, бренды, вы как раз и есть первое открывание. Вообще, я свою лекцию хотел закончить тем, что вы, на самом деле, Демиургий. У меня еще идут 15, вам это доказать. Или попробую доказать? Ну, попробую. Поговорили. Вот, 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 проблема, над которой я подумал, у меня нет ответа. Если вы что-то мне подскажете, с точки зрения, что главным моментом стало не да там просто администрация, потому что у меня заводик возникла в 33-м, а что-то такое важное, то вы мне подсказывали, я что-то узнаю. Это сегодня завтра. Это завод, может, как раз? Который великий дворец культуры какой-то? Может быть, может быть, может быть, может быть. Старики чего-то лучше поздно. Но это должно было бы кто-то когда-то, с первого раза, это вы почувствовали, что, грубо говоря, я не только в разных своих рабочих свободах, а вот и городу. То есть, что-то тут было построено, то ли первый театр, то ли первый в ДДК. То ли какой-то магазин, который стал центром протяжения, или какой-то культурное событие, образовательное событие. Вот это вообще, грубо говоря, это просто мощнейший рывок по построению города, как города. Вот мы, в смысле, в городской. Которые вообще не любят металл. Всегда могут приехать в другого города. Да, да. И у нас осталось просто... Это в этом городе готовят специалистов. Для Казахстана. Для Казахстана. Для Казахстана. И они просто научатся и уезжают. Конечно. То есть, они приехали в первый раз, чтобы... Потому что тут такие дорогущие, мощнейшие эти симуляторы. И в этот город принимать их бизнесом. Мы приезжали, подучился... Образовательный бизнес. Образовательный бизнес. А не просто заводская свободная, где мы с кирпичи-то делали, и в общем-то и делали. То есть, кроме геометурнуки, мы можем сюда еще писать бренд как образовательная... Площадка. Площадка. Да? То есть, что ты выберешь в первый раз? Образовательная площадка, сференную... Ну, даже не физически важно представьте, чтобы наша лаборатория происходила пусть и внешне. А тоже чтобы образовательный процесс. Вы тоже говорили про эти волки. Ну, вот площадка, которая там физически родилась, и смеют другую сторону. Ну, вот здесь... Как-то наша мама... Наша мама... Как-то... ...вызывая линию интернета, появились форумы, на которых блоги будущих проблем обсуждаются, на принципе, эффективно... Можно снизить город и оставить город в интернете. Да. Ронт в своем разе тоже так... Послушай, я уже в общественной организации 3 месяца перед определённым вам сайт интернета и открыл фронт офис в центре Москвы. Я понял свою вещь. Интернет — на месте слабых взаимодействий. Грубо говоря, старшие товарищи посылают друг друга на три буквы в интернете. Они никогда бы это не сделали, напротив друг друга, потому что они по-другому точно трезнут. А в интернете можно всё. Более того, люди не обмениваются по настоящему интервью. Нужно говорить оффлайд на счет. Медный мир, глаголы обозначаются. Что вы хотите делать с этим существительным? Вот мы посмотрим после обеда. Осталось три пункта. Первый из которых очень интересный — это соотношение перворазницы с Евгением. Во-первых, есть понятие большой городской облаберации, по которому он реально экономический, географический... Есть административная плохая история, большой Екатеринбург, когда вверх не обошла, допустим, считается с ним. Есть реальный географический, экономический комплекс. И вот в первый раз ему фактически входят. То есть мы говорим о том, что есть город один центральный, вокруг него еще есть несколько, их сейчас там семь-восемь, и это городская облаберация. То есть, например, есть Токийская городская облаберация, есть Юрьевская. А Екатеринбургская городская облаберация, первая часть которой является Первоуральск, четвертая в стране по своим масштабам после Московской, Санкт-Петербургской и Самар-Атальяндской. Ну, по численности даже на семье. Поэтому говорить о судьбе и смысле Первоуральска без понимания смысла к судьбе города Екатеринбурга, ну, не очень умно. Потому что это вот какой-то идея симбиозия. Это одна облаберация. Но есть еще, недавно вот, познакомился еще по ней, даже больше, чем городская облаберация. Это когда города, близкие друг по другу, но далеко находящиеся, все все-таки действуют какие-нибудь аргументы. Восточное побережье США, все там Англо, Астана, Нью-Йорк, это вот огромная, на самом деле, территория, тянущаяся, я как понимаю, на сотни-сотни километров. И все они, она вся как-то более-менее едина, по большому счету. Там вот, в нашем случае, как ни странно, я не забыл, это сейчас термин четко, но, в общем, города Виль, Екатеринбург и Челябинск, вот они между собой похожи. Несмотря на то, что она не любит дистанция, по четыре часа, там, или по шесть часов езды, по лучшей дороге, не можно это двух тренцах пройти, теоретически. Или это самолетики могут быть так. На самом деле, это ценность. Вот это и есть нормальный город-будущее. И это будущее, вот такое будет, в принципе, потому что вот это и такийцы, и японцы, и китайцы, и там, что вокруг пошло Шанхайя. То есть, реально, это, забудем слова первоуральские в Теренгур, и это просто один дуральский город, он единый. В нем единый, в нем между ними нужен некий коммуникационный поток. Но сейчас картина такая, что между этими городами как будто какую-то стену построиться, не в коем случае. А мы возьмем Экспап. При этом, когда мы берем Экспап, нас интересует, что, например, в Париже, и нас интересует, нужно ли Экспа, Челябинца, Перемеги вдруг решили стать культурной столицей. Как можно стать культурной столицей, если твоя соседская слабонка называется Витильмур? Это как бы тхимаш, вдруг они едят. Я ищу стать культурной столицей, а у ромашцев даже не позовем пряники. Или вдруг мне Раймин Диноса сказал бы, мы проведем Экспа, и мы культурная столица Урала, но те, которые у нас по посту делают, это же другая история. Что это было, и есть вот те, которые у них уже были Георгиевцы. Людей Viktor Orbit, кто скажет, только в книге религиознатора ФЧ, они же их пили、 там о Earic ordered into the пред presenter, переставал в постройке регион для christianityhö condemning our idi心. Класс, которую прокидит форекс не подтвердили, который сейчас приобрели, weeks full or die for up in German, А если даже при современных технологиях, когда поместка возникнет здесь, построить железнодороги, которые существуют сейчас между Москвой и Сапсаном, который 200 км в час. Это с одного края Екатеринбурга до другой дольше, чем между Екатеринбургами Челябскими. Так должно быть, и это будущее, которое, может быть, ваши дети внуки придумают. Так почему дети внуки придумают? Ну, по крайней мере, сейчас уже, знаете, бывает, что в мэрии где угодно съездят гости к мэрии Челябинска. Я не обсуждаю эту концепцию, но надо же быть. Но вот эта искусственная административная гриберальная, геодальная карта, оставшаяся на Ростане, что есть какие-то 80 регионов, и в каждом регионе кто-то что-то послужит. Она мешает, на самом деле, реальному сотрудничеству городов. А я вас прошу, помню, что история и судьба России решается на уровне городов, а не на уровне этих симуляров, этих искусственных административных образований, которые называются Челябинской области. Не существует никакой Челябинской области, потому что это невозможно пощупать. Там есть маленький административный аппарат, но этот маленький административный аппарат сегодня есть, завтра нет. Ну, с точки зрения исторических. Ну, и даже с точки зрения сезона стоит на границе и не существует. И, а теперь мы посмотрим про соотношение Пероуральского и Екатеринбурга. Как вы думаете, есть ли между ними граница, стена, которая есть между Челябинском и Екатеринбургом? И это, как вы думаете, возможность сражать, носящие на других университетах, хотя и на других университетах, которые вы думаете о такой древнейшем, изначально сражениями, которые вы учили, не должны быть именными о Курганской области. Как вы думаете, которые вы не понимаете, ни с какой другой стороны, со всех въездах, я езжал по десять раз, ничего там такого нету, ничего не светит люди в север. Это там куда-то в Тюмень, это там в Челябинске, там Атомузович, произошел бы, какая вообще стена гигантская, произошла. А здесь просто вот эта связочка, потому что там тут было, там кинотеатры, там все магазины, там продукты, а чем дешевле. С момента, когда появилась между Перевральцами и Кетенбург, есть теперь брачные кузы. Do you see? Брачные кузы. Потому что из Кетенбурга, между прочим, было добраться, ну, знаете, минут сорок. И здесь минут сорок. И это вот она, как бы сказать, наша... Вот. И в этом, мне кажется, что Перевральску, то есть это, скорее всего, умение, нужно изживать в себе сознание провинциально. Можно жить в Перевральске и быть человеком всего мира. Можно жить в Париже и быть глубочайшим провинциалом, потому что более жить в Нью-Йорке и быть абсолютно никчемным провинциалом, на самом деле. Поэтому провинциальность, она в головах, а не в месте географического присутствия. Потому что в нужное время, в нужном месте, и там, где я жил, там все и происходит, это хорошо. Вот эти брачные кузы, в первый раз, единственное, что, на мой взгляд, это моя точка зрения, вы можете совсем другую сейчас выглянуть, и все, что нужно, это немножко уравновеситься с Екатеринбургом с точки зрения культурных объектов. И вот проект ДНК, он к тому и идет. И отсюда этот шикарный момент. И я еще объясню, почему проект ДНК является мега-стратегическим для всей судьбы Евразии и человечества, на самом деле. Это, в общем, просто, я отвечу на этим не по-моему. Вот только культурно. Потому что образовательность Екатеринбурга не нужно конкурировать. В Екатеринбурге много всяких университетов, институтов, учебных заведений, казалось бы, молодежь высасывается туда, туда ездит. Но эпоха образовательных институций, а я забыл представлять, сказать, что вообще-то я год назад учредил образовательную компанию «Университет 2.0» и работаю в исполнительных дирекциях, это один из самых таких перспективных образовательных стартапов в стране, на мой взгляд. При маленькой публики, кому надо дать вот эти шпички есть где-то… Вот образовательные институции, благодаря тому, что, как правильно сказали, есть интернет, учимся, то можно. Сейчас уже не только в Екатеринбургском ВУЗе, в институции они отмирают. Сейчас в мире 19 041 вуз во всех странах мира. Так вот через 10-20 лет их останется 1000-10, 9 500-100. Ну, можно через 20 лет они будут умереть, но умирают. В рождается новая компания. Сидя в первый раз, то можно учиться в Гарварде. Можно учиться благодаря современным интернет-измаментам. технологиям, всем этим новым образовательным проектам, Курсера, ТЭД и тому подобное, это целая отдельная область по индустриям. В общем, чисто можно быть и уходом на самом деле. Поэтому большой потребности отстроить здесь еще такие же образовательные центры, открыть здесь мощные университеты, благодаря тому, что изобрели недавно, лет 15-17 назад, наверное, в масштабе интернета, на самом деле. Но ВНК может быть в площадке образовательных? В том числе, потому что она приобретает совсем другие формы. У нее прямое назначение. По большому счету, проще привести одного тьютера в первоуральство, чем всех первоуральцев в тьютерах, это понятно. Чем 20 студентов в Москве, это понятно. Ну как бы это, модель образовательная? У меня еще где-то 5 там. Да? Да. У нас вообще еще есть минут 15. Ну нам надо оставить вопрос. Нет, ну вот, на все. Чем хочу завершить? Что он не договорил? Закончим высококультурное уравновешивание? А почему это противоурное уравновешивание здесь? Во-первых, это мое личное мнение. Я очень хочу, чтобы я вам его не навязал. Я просто хочу с ним вам поделиться. А вы имеете силу ему противостоять и двигать альтернативные концепции будущего города Перворайска и смысла существования Перворайска на ближайшее время. Хотя у вас, слава богу, еще вчера вы уже свои авторские мнения не имеете. Но это заключается в том, что я обратил внимание, что вообще город-то в полном не развивался. В полном не развивался. И это были, конечно, эмигранты. Первая волна эмигрантов – это были старобрядцы. Это были беглецы же, да? Они все бежали на Урал. У нас все эти истории с бизнесом Таурайским – это старобрядцы. То есть люди просто сюда прибежали. И здесь осилы. Потом я… Вторая мощная волна, которая вроде бы существует, это когда здесь стала открываться промышленность нормальная после 2017 года. Мы пишем, значит, население выросло в шесть раз. С шести до тридцати тысяч. То есть второй сюда прибежала деревня, работает на заводы. Это происходило в годы индустриализации, да? Иначе первые годы советской власти. И потом произошла третья мощная миграционная волна. То есть никто в одиночестве с травмами и доброй памятник в город Первый раз не приезжал, просто чтобы приехать. Это были волны. Это были массовые бегства. Из деревни от холода. От старобрядцев, от преследований, пролигиозных признаков. Они все сюда бежали. А третья волна произошла в 1941-1942 год, когда сюда привезли двадцать заводов. И здесь просто разностость населения. У нас так нет. Это все было инкопарировано. Понимаете? А там люди бежали от войны. То есть было порядка политика государственная. Раз, переехали украинские, московь, питерские, даже заводы. Нет? Ну, в общем, понятно. От войны. Все, вот три волны. И дальше потихонечку мирная жизнь продолжалась. А с Польши сюда никто не видит. И, как даже я прочитал, у нас на сайте первуразик.ру, с этой Акифьевой, с 90-х годов здесь и строительство не ведется массово масштабно. Потому что нет такого. Сюда не приезжает, ну, как большая волна эмиграторов. Так вот. Я не согласен с тем, что... То есть, в отличие от ряда американских и европейских примеров, которые рассказывала моя коллега в предыдущей лекции, где люди из мегаполиса бегут в более тихое, зеленое, спокойное место на пляже и полежать, я предпочитаю, что с более инкрукса никто не поедет. Я был редким исключением, заехавшим сюда, пошел и опять же отлично обратно обещал. Потому что делают это дечень. В каком-то смысле, да? В каком-то смысле. Потому что здесь вот пока есть... Ну, на лужах-то в город покататься-то можно. То есть, не будет Екатеринбург... Не будет в первый раз оттягивать в себе здесь, в какое-то благое место житве Екатеринбурга. Наоборот, город Екатеринбург будет продолжать высасывать из него все соки и молодежь. Но, совершенно очевидно, вы четвертая волна. Она уже идет, и она хороша. Но, потому что, у меня есть очень большая миссия, и не в том, что здесь у нас есть и очень большая миссия, и она измельчена, а в том, что здесь, я бы не понимаю, есть очень большая миссия. Я, я знаю, как в наиболее, и, я знаю, как иметь это, и я скажу, что это не в самый локальный роман. Это первый город на Урале, с которым могут знакомиться люди, приезжающие сюда со всего света. Потому что они здесь зацепятся и, в общем-то, многие останутся на всю жизнь. А культуру привозить не значит по равновесию. А люди, приезжающие сюда, будут привозить свою культуру. И первый раз он может стать мультикультурным городом. И здесь есть одна такая маленькая тема. Я с коллегами по пути «Москва Урала», которые входили, ребята из группы «Свословой галлюцинации». Лучший профессор на свете, за моей точки зрения. Илья Юрьевич Сауми, Мурайская общественная художественная академия. Илья Удача, которого мы называли «хозяином Урала». То есть не «Урал», а есть «хозяин». Он живет в городе, где в гурке, в банках, где в гурке. И он такой же бредный человек, как Женя. Только ему 50 лет. Это человек, который в узких кругах нас, производителей «Смыслов». Мы знаем, что это просто хозяин про Урала. Главный еще будет. Он придет и вам все расскажет. Про Урал. Главный здесь. Не мэры, не бандиты, не олигархи, не губернаторы. А Илья Удача – главный хозяин города. Пока там. Он пока не отремся от этого. Хорошо. Так вот. Улья Удача написал манифест города Екатеринбурга. И он говорил о том, что этот манифест я читал на рождественской лекции. А в декабре прошлого года имени там Гоеви упоминалось, что я читаю, кстати. Как новый сын. И что Екатеринбург – это великий город. И что он изменится сам и изменит мир. И что в городе Екатеринбурге, как я написал, я дальше, установлен новый сервер мировой истории, на самом деле. И он себя ощущает человеком, который просто тряпочку стирает с этого сервера, для которого как-то стояла работа. И у нас есть некоторые такие идейные представления скромные, что Екатеринбургу нужно конкурировать с Лондоном, а не с Москвой. Тот же писатель Иванов, я у него года 2-3 назад брал интервью, и одна фраза меня потрясла. Он говорил, что не нужно вестись на снобизм москвичей, что они якобы крутые. Потому что Москва по своим ценностям, она деревенская, она крестьянская. Там главное – это бабло и власть. Это ценности крестьянской общины. А на Урале главная ценность – это труд. Это уже более мощная по сравнению с хозяйственной культурой, это уже индустриальная культура. То есть на Урале самые уважаемые люди – это ремесленники, мастеровые люди, которые что-то могут делать. И важно, играть музыку или делать какую-то поделку из камня, или изобретать какую-то сложную космическую ракету, что-ли, делают наши военные заводы. Ценность труда более высока, чем ценность просто власти и денег. Она менее примитивная. Так вот, Лондон – наш конкурент. И первый раз, у него есть шанс быстрее, чем Екатеринбург, стать микро-Лондоном, втягивая в себя китайцев, японцев, казахов, эмигрантов русских. И совсем некоторое количество русских и европейских таких людей. То есть здесь, возможно, будут возникать целые огромные общины, которые построены. Очень много надрезанных домов, и вот пока их некому для кого строить. Которые будут работать на местных заводах. И еще есть шанс того, что очень некоторые заводы из Екатеринбурга, которые куда-то улетел в Москву, в Сустреальности, уже не нужные заводы, нужные территории, будут выброшены. И это будет подобно во мне, когда 20 заводов с начала войны приехало. То есть можно перевезти сюда 20 заводов. Кто на них будет работать? Вы что ли? Вы все хотите стать видеооператорами. Молодежь Первомуральская не пойдет работать на заводы, которые будут вывезены из Екатеринбурга в Первомуральск. А здесь достаточно территории, их еще поставили. Даже внутри этих заводов, грубо говоря, цех поставил. А в Екатеринбурге освоилось огромное количество мест, чтобы настроить там высоту, торговых центров и тому подобное. Кто будет работать? Иммигранты будут работать. Кстати, в Москве этот процесс, что тут они же вывезли заводы. Все, все. И Екатеринбург запланирует, мечтает, разрабатываются планы реально в мэрии. Вывезти как можно больше. Если Улан-Маш вообще надо демонтировать, вывезти. А куда его увозить? Не увозить, что его куда-нибудь там? В Западной Сибири. Увозить вместе все Дмитрюлец? Нет, нет, нет. Никто. Сейчас в России все, кто шут, они все будут стать юристами, менеджерами, экономистами, сотрудниками «Газпрома», дизайнерами, художниками, фотографами. Никто не собирается работать на заводах. Никто не собирается работать на маршрутках. Никто не собирается быть в полы. И вы не собираетесь делать карьеру уборщиков. И вы не собираетесь делать карьеру чернорабочих. И чернорабочими будут работать огромные армии, замечательные, хорошие. И здесь как раз поликультурный момент эмигрантов. Какая реальная ситуация Парижа, Ломбана, Берлина. Это вот там 20% турков, это вот арабов. Здесь появится замечательная арабская диаспора, как в моем любимом Харькове. И здесь наконец-то можно будет покушать шоу-нуф. Дай Бог, чтобы здесь возник нормальный китайский квартал. Тысяча так на десять человек. Нормальный? Тысяча так на триста. И опасен всякий национальный, потому что нужно принять на самом деле и десять тысяч узбеков, потому что там им было бы плохо. А они здесь нормальную торговлю наладят. И все будет вымекено, и все будет вытечено. И тогда первый Ураль быстрее, чем Екатеринбург, будет становиться первым на Урале микро Лондона. В котором все нации, все национальности, и в котором все это гублин как-то живет. И скрипяться это должно тем, что взаимомо живет к культуре. Планирование, кодирование которой. Поэтому, наверное, интересно все-таки, чтобы здесь повторение черепилось не так, потому что здесь много это так же, как на самом деле. Вы можете сейчас заниматься в Эдеме Урале. Проектировщики, резюмирую весь рассказ, свой монолог. Проектировщики в ситуации, когда происходит третья попытка, почти что успешная, вырваться из крепостнической, уральской матрицы в свободе и международной экономики в раз. Когда Первоуральск с Екатеринбургом не конфликтует, а венчаясь через реки, через потребительские идеалы, на самом деле, когда, во-первых, изобретен интернет, и можно в любом месте мира быть самим собой. И изобретевать меня, как изобретешь свой, напишешь свой лучший рассказ, снимешь свой лучший фильм. Какая разница? В Магадане ты или снимешь ли в Париже? Ну, бытовые условия разные. Хорошо. Я вижу очень блестящие будущего города. И несмотря на то, что вы стереотипно будете думать, что молодожь уезжает, уезжает, будет приезжать молодожь другая. Со всего мира причем. В первую очередь будет приезжать с погибающих городов России, из Тавды. То есть лучшие люди Тавды сюда приедут. Лучшие люди какого-нибудь там из Серово, например. И у вас тут куда угодно. Урал, благодаря Соседству Секрет-Урун, который становится очень важным городом мировой истории, как считает меня удачей новых Секрет-Урун, это как ворота в него. Это вообще волоконный Урал. Это первый европейский город в Европе с точки зрения Азии. А рядом там первый азиатский город, как в Азии. Вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.